Павлодарское приоритующее удерживает лидирующие позиции в стране по количеству проектов, реализуемых в рамках государственной поддержки развития малого и среднего предпринимательства. Бизнесмены получают не только реальную финансовую поддержку для расширения и модернизации производств, но и возможность обучения в странах дальнего зарубежья, рассказывается Владимир Булатулы. Мерусар – это одно из самых современных предприятий в Павлодарском приоритующее. Раньше, начиная еще с 90-х, компания занималась поставками медицинской одежды из-за рубежа. А теперь, набравшись опыта, сама освоила производство готовой продукции. Галина Молоткова – квалифицированная швея. Мать двоих детей рассказывает, что долго не могла найти работу по специальности, пока не прочитала объявления в газете о наборе персонала на новое предприятие. Я очень радовалась, что у нас есть такое предприятие, что я могу работать по специальности, и мы можем обеспечить врачей на той одежде, очень нужной одеждой. Изначально, когда мы начинали работать, у нас было всего 10-15 человек. Сейчас это количество у нас возросло. Мы выпускаем медицинские, для одноразового использования медицинские комплекты. Для хирургических операций с меню мы выпускаем больше тысячи комплектов. Хирургические, операционные, акушерские комплекты, а еще бахилы, маски, шапочки. Для их изготовления используется лучшее нетканное полотно российского производства и многослойные материалы нового поколения СМС. Стерилизуют одежду радиационным методом в Курчатове под жестким контролем ученых. Цена у продукции конкурентоспособная и значительно ниже, чем у других производителей. Потому и спрос очень высок, говорят специалисты. Сейчас все лечебные учреждения переходят на одноразовые продукции. В том числе и на одноразовые комплекты хирургические, одежда для врачей, операционные комплекты. Наша продукция, у нас очень хорошее, высокое качество, потому что мы пользуемся качественным сырьем. У нас квалифицированные специалисты. Планы предприятия большие. Сейчас готовится проект по расширению производства. В рамках дорожной карты бизнеса 2020 на днях руководители отправятся в Европу на обучение и поиски новых деловых партнеров. По отчетам фонда ДАМУ субъекты малого и среднего предпринимательства Павлодарского приоритышья активно используют все инструменты государственной поддержки бизнеса. А по общему количеству одобренных проектов регион остается лидером. Из 107 проектов уже по 72 проектам подписаны договоры о субсидировании. Если говорить в суммах, то соответственно 107 проектов на 25,5 миллиардов тенге проектов поддержано. Если говорить об отраслевом разрезе проектов поддержанных, то более 50% проектов задействованы в обрабатывающей промышленности. И самое меньшее это соответственно туризм и развлечение. Как сообщил Ирханат Абенов, по проектам ДКБ в области уже создано свыше 2000 новых рабочих мест. Социальный эффект налицо. Значительно выросли и налоговые поступления в бюджет.